В Минохраны природы опровергли информацию о разгрузке радиоактивных материалов в Хангаласском районе. Напомню, что в связи с подготовкой к освоению тамторского месторождения редкоземельных металлов, вопрос транспортировки промышленных материалов приобретает актуальность. Известно, что Восток Инженеринг разрабатывает проект логистики через Хангалаский УЛУЗ, что вызвало небольшую обеспокоенность местного населения. О чем идет речь, разбирался Виталий Абрамов. Итак, что же за зверь такой Ниоби и чем же он так беспокоит наших земляков? Редкоземельный металл Ниоби расположился на таблице Менделеева под номером 41. За счет своих уникальных свойств применяется в электронике, ракетостроении и в химии. Сам Ниоби не радиоактивен. Изотопы может выделять руда с Ниобием, содержащая иногда торий и уран, но она будет ощущаться только при непосредственном контакте. Тамторское месторождение – это уникальная точка на планете, имеющая целый ряд редкоземельных элементов. В настоящий момент на месте ведутся геолого-разведочные работы. Эти места – ТТП, традиционное природопользование называется. Поэтому полностью оленек в хилост входит в места традиционной природопользования, поэтому население обязательно будет контролировать. Ну и с главой мы находимся постоянно на связи, и он информирует, какие процессы идут. Пока вот такие только начинания идут. Между тем, уже разработана предварительная схема по вывозу руды. Извлеченная порода будет герметично упаковываться в специальные контейнеры и по реке доставляться до кочекатцев Хангаласского улуса, откуда до железнодорожной станции Керде. Дальше поезда должны увозить руду в Красноярский край. Естественно, жители кочекатцев обеспокоила такая новость. Конечно, мы пока против такого расклада дел, так как полностью еще не изучили данный вопрос. Теперь уже ясно, что жителям Хангаласского улуса также нужна отдельная встреча с Восток Инжиниринг, компанией-разработчиком Бурановского месторождения. Такие же, какие они вели в Оленёкском районе. Я могу гарантировать 100%, то есть с учетом контроля за нами и Министерства охраны природы Якутии, что мы хуже там, вот то, что на сегодня сделали, хуже там не будет. Это 100%. Мы приобрели вот такие вот приборы. Это вот для замеров, для контроля за радиоактивностью. Именно. И будет постоянный контроль за буровыми подрядчиками, за керном скважин там, ну и так далее. В компании не отказываются от встречи и обещают в течение месяца организовать диалог, в том числе с участием курирующих отрасль членами правительства. Кроме того, решается вопрос о строительстве портопункта у села и реконструкции существующих дорог. Начать разработку месторождения обещают в 2020 году. Проектная мощность – 180 тысяч тонн руды в год. Виталий Абрамов, Роман Савинов и Иван Уйгуров, НВК Саха, Оленёкский, Хангалаский и Нюрбинский улусы, Якутск.